Свежие данные нового дня пандемии в России. За последние сутки прибавилось 10598 заболевших. Общая цифра перешагнула рубеж в 262 тысячи инфицированных. Выздоровело меньше, чем вчера, 4696 человек. Не справились с COVID-19 – 113 человек. В общей сложности болезнь унесла жизни 2418 россиян. Статистика Мордовии блещет стабильным снижением ежедневных показателей за последние 24 часа. Выявили 27 случаев заражения. В общей сложности в регионе официально зафиксировали 1323 больных. Город Саранск – 512, Ордатов – 157, Рузаевка – 148, Кобылкина – 69, Отяшева – 69, Леамбель – 44, Зубово-Поляна – 41, Березники – 37. Самое маленькое количество – это Игнатова – 4 человека, Темников – 4 человека, Рамаданова – 7, Торбеева и Инсар – 8 и Отюрева. За все время в республике провели больше 37 тысяч тестов на коронавирус. Только за последние сутки сделали 1418 анализов. 15 медицинских учреждений республики занимаются лечением ковидных больных. Статистика смертей, причиной которых стал непосредственно коронавирус, остается прежней – 9 человек. Но вирус может быть своеобразным спусковым крючком, поэтому меры профилактики ужесточают. Бояться не надо, надо действовать соответственно сложившейся ситуации. А она, отмечают специалисты, очень шаткая. Судя по тому, что на больничных койках оказываются целые семьи с подтвержденным коронавирусом. А подопечным больше Березниковского дома престарелых. Ковид подарили сами сотрудники социального учреждения. Серьезной ситуацией кто-то все еще ставит под сомнение. А потому говорить об отмене режима повышенной готовности явно рано. Мы еще не подошли к первому этапу снятия ограничений. И мы пока будем жить в состоянии повышенной готовности, пока мы не подойдем к первому этапу с выполнением комплекса показателей, которые позволят нам снять эти ограничения. От тех показателей мы еще очень далеки. И условий для послабления ограничительных мер масса. Например, сократить количество коек за ненадобностью вдвое в Мордовии, пока только разворачивают дополнительные. В напряженном режиме работают и медики, и социальные службы. Количество мер поддержки растет с каждым выступлением президента. Часть из них легла на плечи Министерства соцзащиты, часть на пенсионный фонд. Оба ведомства настаивают. Подавайте документы дистанционно. При этом будьте внимательны. Мошеннические сайты, где предлагают оформить те самые 10 тысяч ребенка от 3 до 16 лет. Множится. Доверяйте только официальным порталам, сайтам, госуслуг и пенсионного фонда. Светлана Влашина, Павел Толобаев. Наши новости.